Первичная коммутационная аппаратура и места ее присоединения должны справляться с токами нагрузки в диапазоне сотен или тысяч ампер. Низкое сопротивление во всех точках соединения, в частности, контактах силовых выключателей и разъединителей, а также соединениях систем шин гарантирует малое рассеяние мощности. Сохранение рабочей температуры оборудования в установленных пределах является важным условием для нормальной и правильной работы оборудования в течение всего срока службы. Проверить сопротивление контактов силовых выключателей, разъединителей, соединений системы шин и муфт можно, проведя измерение малых сопротивлений. Для этого в проверяемую цепь подают постоянный ток большого значения и используют четырехпроводную схему для измерения сопротивлений. Подача постоянного тока и измерение напряжения разными кабелями гарантирует, что будет измерено только сопротивление контактов и падение напряжения в силовых кабелях не повлияет на результат. Испытательное устройство CPC-100 имеет выход 400 А постоянного тока и измерительный вход напряжения постоянного тока. Это позволяет измерять сопротивление контактов силовых выключателей, разъединителей и соединений систем шин. Для эффективного выполнения такого испытания устройством CPC измерение малых сопротивлений необходимо добавить в общий план испытаний фидера. При этом используется установка той же комплектации, что и для испытаний измерительных трансформаторов. По окончании испытаний формируется подробный протокол, включающий в себя сведения обо всем оборудовании фидера. Продолжение следует...